Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Осень перевалила за свой экватор, осень в самом разгаре. А с чем у нас ассоциируется это время года? Обычно в первую очередь это работа в полях, иметь ввиду аграрии наши колхозники бывшие, а в том числе и нынешние. Но есть еще люди, которые тоже работают в полях, в прямом смысле слова. Хотя и не только в полях, а еще в лесах, которые тоже трудятся в любую погоду. Дождь, солнце, жара. Эти люди работают, но причем, в отличие даже от наших замечательных аграриев, эти люди работают не за зарплату. Они выходят в поля, леса, болота по зубу своего сердца, по зубу своей души. Это поисковики. Люди, для которых до сих пор Великая Отечественная война не закончилась. Потому что есть же известное изречение, пока последний солдат не захоронен, война не окончена. И вот эти люди пытаются все-таки приблизить, фактически, можно сказать, окончание той страшной войны, которая прошла в том числе и по нашей, когда Калининской, ну а теперь Тверской земле. И хочу сегодня представить замечательных гостей нашей студии. Это Валерий Смирнов, заместитель председателя Общественной палаты Тверской области и его тоже коллега, мой коллега, Денис Конорейкин, эксперт Общественной палаты Тверской области. Добрый день, господа, спасибо, что нашли время прийти к нам в эфир. А вы можете нам звонить по телефону 3190. Мы работаем в правом эфире, 3190. Что вам интересно о рабочих поисковиков? А может быть, даже вы хотите что-то сообщить. И вот не знали, допустим, куда сообщить, а вот, допустим, вам известно, что где-то шли бои, и до сих пор находятся там, допустим, останки красноармейцев. Или вы знаете, что в окрестностях вашего населенного пункта в годы Великой Отечественной войны, не знаю, там застанул танк в болоте, к примеру, или самолет был сбит. Может быть, вам бабушки, дедушки рассказывали. Поэтому вы можете позвонить и напрямую этим людям сказать, что вот в окрестностях нашей деревни упал, к примеру, самолет. Вот. Господа, товарищи, я не знаю, как-то Великой Отечественной войне больше словом «товарищи» целируется. Друзья, попросту говоря, скажите, а вот в каких районах Тверской области работают поисковики? Область-то большая у нас? Действительно, область большая, и нельзя сказать о том, что на всей территории Тверской области проходили прямые боевые столкновения. Ну да, в Сигонске-то немцы не было, по счастью. Вот. И поэтому, конечно же, поисковые отряды в первую очередь работают на территории, как мы говорим, боевых районов. Там, где боевые столкновения проходили. Таких боевых районов у нас 16 в области. Остальные небоевые. Но поисковые отряды работают не только на местах, где происходили такие боевые столкновения, но и в небоевых районах, если можно так сказать. И такой яркий пример последних дней. Тут буквально недавно у нас закончилась экспедиция летняя. И вот в сентябре, в октябре месяце прошло захоронение членов экипажа. Это мы работали в Спировском районе, сводный поисковый отряд. На месте падения, как раз то, о чем вы говорили, военного самолета ДБ-3Ф времен Великой Отечественной войны. И были подняты останки трех членов экипажа. То есть первые... Вообще, там четыре члена экипажа. Но вот в 50-е годы местные жители одного из летчиков обнаружили, перезахоронили на территории своего сельского поселения. Но работы были прекращены. Они очень специфичны в данном направлении авиапоиска. И мы вот только в настоящее время закончили эти работы. Поэтому можно говорить о том, что работы ведутся на территории всех районов Тверской области. Железнодорожные ветки бомбились, госпиталя находились. Поэтому работа такая большая, разноплановая, ведется везде. А вот касаемо этого бомбардировщика, наверное, телезрителям интересно будет, а что с ним случилось? Это была авиакатастрофа или он был сбит просто по инерции? Нет. Он был сбит. Плановый вылет был. Два наших самолета, ДБ-3Ф, летели на бомбардировку города Твери. В то время город был захвачен. Это октябрь месяц 1941 года. И на подлете практически к Твери в районе Спировского, вернее, в Спировском районе, на границе Лихославского и Спировского районов, он был сбит, этот самолет. И все члены экипажа погибли. То есть они даже не дошли и не смогли выполнить задание. Такая ситуация. В принципе, ваш канал об этом рассказывал. Не все просто, наверное, я думаю, все-таки видели этот репортаж. Специально спрошу, уточняю, чтобы кто нас слышал, кто не знал. Потому что сразу ведь логичный вопрос. Если в районе не было боев, что с самолетом? Ведь авиакатастрофы тоже случались. Естественно. Естественно. Причем самые разнообразные. Такая ситуация, например, присутствует в лесном районе. Там тоже захоронены члены двух экипажей. Когда произошло в воздухе, как бы это странно ни казалось, два наших самолета столкнулись в воздухе. Было и не раз, и не два. Это, знаете, читал про Нормандию и Неман. Там таких случаев. Наши французские друзья оказались в общем не такими блестящими пилотами, как они себя пиарили. И сколько вот истории этого полка было, таких катастроф. Причем, знаете, самое интересное, последнее такое у них столкновение случилось уже после победы. Когда они возвращались уже во Францию, и они ухитрились и еще одну машину запороть. Уже, по-моему, в военной аэродроме Штутгарт, по-моему. Потому что уже представил последний перелет, и вот они ухитрились еще одну машину угробить. По счастью, без погибших, но все равно. Скажите, а вот касаемо районов. А есть в таком случае районы, где больше всего работают? Ну что, мне вот лично кажется, наверное, больше всего в Оржеве, наверное, под Оржевской землей должны копать. Ну, конечно. Там, где происходили большие боевосстановения, там, где очень долгий период времени противостояния с войсками противника происходили. На одном месте. Да, ну, то есть, такие бои долгие, затяжные, когда позиции переходили из рук в руки. Там, конечно же, работа, ну, в первую очередь. Да, и это поля, леса, как вот уже было сказано, болото. И, конечно же, это Ржевский район, это Зубцовский район, Бельский район, Старицкий район. Ну, Запад Тверской области. Ну, Запад Тверской области, весь Торобинский, Осташковский. Тут можно говорить об этом. То есть, фактически, у нас область, получается, подлина 50 на 50. Вот. Прямо вот по... Ну, почти по границе Октябрьской железной дороги, да? Ну, да. Где... Куда противник... Чуть-чуть небольшой перевал на восток уходит. Противник дошел, там уже, конечно же, работы ведутся и будут вестись. И я думаю, что еще долго будут вестись. Буквально в пятницу вот мы были на захоронении 25 останков наших солдат и офицеров, которые происходили в Осташкове. Вечером сегодня, я так понимаю, будет материал. Да. И это как раз тоже боевой район. Город Осташков не был захвачен. Противника остановили на подходах. Но вот часть района, такие очень серьезные боевые столкновения. И, конечно же, вот уникальность, наверное, Осташкова, еще мы сейчас об этом очень много говорим, рассуждаем, определенные планы строим. Это озеро Селигер, да? Это рядом присутствие Демянского котла. И доставка и войск, и грузов очень планомерно шла и через водную, так сказать, гладь. То есть помимо железных дорог, да, сухопутных трасс, которые были в то время, то есть речники тоже вложили большой вклад. Там уникальная ситуация вообще, конечно же. Во-первых, сохранили часть речного флота на Селигере. То есть немцы подошли, и была уже задача даже, они были, часть флота была заминирована, она была выведена на небольшие реки, заминирована. И если враг бы еще дальше двинулся, наверное, бы произошел, ну, затопили бы. Но вот удержали ситуацию, и дальше речники в этих вот трудных условиях выполняли, ну, очень такую тяжелую работу. Это мы вот, знаете, когда говорим о том, что когда по железной дороге, да, машинист ведет паровоз, состав там, неважно, с личным составом, там, с вооружением, и идет атака с воздуха, например, да, он не может уехать в лес, он не может остановиться, его видно, он на виду, и они просто... И здесь также водная гладь, никуда не уйти, да, поэтому... Плюс малая скорость... Ну, да. Специфическая, да, специфическая работа. И вот есть группы, у нас, к сожалению, или на данный момент, можно так сказать, у нас нет такой специализации по работе по воде, да, но вот мы эту работу рассматриваем к себе на будущее, планируем, и, возможно, в дальнейшем и на этих территориях также по водной поверхности тоже будем работать. Но есть просто данные, да, что там в одном или другом месте были затоплены те или иные транспорты? Тут работа в архивах. Да, здесь в первую очередь работа в архивах, правильно, как Денис сказал, работа с местным населением, потому что не все как бы зафиксировалось, но это вот, это что касается Селигера, да, а если говорить там о наших территориях, где сейчас уже они после войны были затоплены в пристроительство водохранилищ, то в годы войны на этой территории велись боевые действия. Ну, понятно, это тоже. И поэтому, да, в ряде регионов эта работа ведется, но это специализированная техника, это специализированное оборудование, поэтому... Перебью, у нас сейчас специализированное оборудование, должно выдать рекламу в эфир, не переключайтесь, мы сегодня говорим с поисковиками о поисковиках, об их работе. Не переключайтесь. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня», мы сегодня говорим о поисковиках, которые завершают, насколько я понимаю, свой сезон. У нас в гостях представители нашей общественной палаты Тверской области, это Валерий Смирнов, зампредседатель общественной палаты и эксперт общественной палаты Тверской области Денис Конорейкин. Друзья, мне вот интересно, помогают ли вам власти военные или как? Помогают и на разных уровнях, и разными ресурсами. Яркий пример могу назвать. В прошлом году у нас был очень такой, у сводного поискового отряда, тяжелый выход, где потребовалась специализированная техника. Денис тоже принимал участие. Мы работали в Калининском районе на болотах, в такой уже весенний период, труднопроходимые болота. И мы обратились в МЧС, и руководство МЧС, и отдельное спасибо Арсену Рафиковичу, Григоряну, пошли нам навстречу, выделили нам специализированную технику, это болотоходы, другое специализированное оборудование. Личный состав? Да. И сотрудники МЧС тоже принимали участие в данной экспедиции, и нам удалось на болоте, там также вот бомбардировщик ДБ-3Ф, очень большой, тяжелый, нам удалось достаточно крупные фрагменты не только извлечь из болота, но и доставить их на, скажем так, на твердую землю, и дальше уже транспортировать на нашу базу. Конечно же, правительство Тверской области через Комитет по делам молодежи, у нас на вообще поисковое объединение выделяется субсидия, которая идет на питание. Это очень важно, это очень затратная статья. Если говорить о другой помощи, также у поисковых отрядов при поддержке правительства Тверской области выделяются автомобили повышенной проходимости. В ближайшее время, насколько я знаю, и рассматривается вопрос о выделении еще двух единиц техники. И так у ряда отрядов есть уазики, это такая специализированная, как раз очень удобная для поиска техника, в которой можно не только добраться до труднопроходимых мест, но еще и в трудные погодные условия. Советская техника. Да, это вот в таком вот ключе. Конечно же, есть взаимодействие с Министерством обороны, с воинскими частями. В чем взаимодействие с ними выражается? Ну, в первую очередь, наверное, они принимают очень активное участие в проведении торжественно травмных мероприятий. Это и, опять же, с техникой помогают, и людьми помогают, и сами принимают участие, и почетные караулы. Это очень важно и знаково не только для нас, для поисковиков, но и для общежителей, для молодежи особенно. На всех мероприятиях принимают участие. У нас с ними такое тесное взаимодействие. Ну, и в частности, то есть те же самые как бы уроки множества, как мы между собой их называем, тоже проводятся не только в школах, не только в вузах, в колледжах, но вот также в частях, где бойцам... С личным составом. С личным составом, да. То есть есть видимая информация, которую мы предоставляем, есть экспозиция, которую мы можем перевозить и показывать бойцам. Да, то, что в ходе работ поднимаются на местах работ, то мы организуем такие передвижные выставки. То есть фактически в течение часа вот можно вот всех... Можно не только посмотреть, да, и послушать, пообщаться, но и потрогать те раритеты, которые подняты на местах работ. А вот как раз к следующему вопросу про потрогать. Что вообще чаще всего попадает, мне вот интересно, на местах боев? Ну, если говорить про последнее время нашей работы, да, то вот мы... Сейчас у нас такая специализация по авиационному поиску. Это, конечно, фрагменты тех боевых машин, которые упали. И мы определяем эти места. Самый лучший сохран и, наверное, такой самый объемный, то, что можно назвать, это, конечно, двигатели боевых машин. Но, к сожалению, очень сильный удар о землю. И они, внешне, они, конечно, целые, да, отчасти целые. Но микротрещины и долгое лежание в земле, в воде, в болотах, оно несет свою такую, знаете, нагрузку. Хотя, с другой стороны, вот, в принципе, вот эта вот консервация, да, особенно если в глине, она, с одной стороны, вот играет положительную роль для сохранения двигателя. Но, опять же, тут зависит от профессионалов, которые уже потом этот двигатель достают, чтобы он, ну, просто, скажем так, на руках не развалился. Реакция с воздухом делает свое дело. Да, и, конечно же, другие крупные узлы, механизмы, это что касается авиатехники. Если говорить о работе на местах, где мы работаем со станками бойцов, да, на местах боев, то вот буквально летом мы отработали с водной поисковой группой в Старецком районе. Там руководителем у нас был Фрыгин Валерий, это Старецкий поисковый отряд. Уже более 30 лет работает. Они специализируются как раз все-таки на Старецкой земле. И мы подняли останки 18 наших солдат. В первую очередь, конечно, когда мы работаем с останками, это важно найти смертный медальон, либо ту или иную документы, либо какую-то личную вещь, по которой можно было бы установить ложку алюминиевую фамилию. Хотя, конечно, если вот говорить, положа руку на сердце, когда мы поднимаем такое массовое воинское захоронение, где не один, а два, три, четыре, пять и более солдат, здесь, конечно, ложка или другая личная вещь, она такую специфическую нагрузку несет информационную, но стопроцентную гарантию не может дать. Потому что ложками могли обмениваться, ложка могла упасть, ложка могла переместиться. Поэтому, конечно, вот смертный медальон. Из личных вещей котелки, ложки, как мы уже говорили, ножи, портмоне. Но, к сожалению, земля у нас с охраны такого хорошего не дает, поэтому очень такую временную нагрузку вот эти личные вещи несут, и приходят в очень неудовлетворительное состояние. Поэтому и даже смертные медальоны из опыта подтвердят поисковики. Мы так и говорим, 10% во всем. У 10% только обычно они находятся, из 10 скрытых медальонов читается только 10%. Нам повезло, в Старицком районе мы медальон один обнаружили. Могу сказать, что мне посчастливилось. Он у меня был в этом году первый и пока единственный, если не говорить, то, что я присутствовал на подъеме останков Героя Советского Союза до Герой России Петра Еремеева. Там тоже у нас медальон был у летчика. А здесь мы нашли медальон, передали его в специализированную лабораторию. У нас взаимодействие с нашими структурами МВД. То есть мы не вскрываем медальоны в экспедициях. То есть мы их консервируем, передаем экспертам. Они уже в специализированных лабораториях вскрывают. И у нас практически 100% гарантия, что он будет прочитан. И нам удалось не просто установить имя, фамилию, отчество и откуда призывался боится, но нам удалось найти родственников. И буквально через течение месяца мы нашли родственников. И вот внук солдата приезжал к нам в старицу. Мы еще там работу продолжали. Он был на месте гибели своего деда. Почтил его память. И вот сейчас запланировано, что на следующий год, потому что работу там еще нужно продолжить. Так как он был в общей в таком захоронении, то и родственники приняли решение, что он будет захорониться своими служивцами на месте гибели. Там будет проходить торжественное травмное мероприятие. Мы работы закончим по этой территории и все останки всех вместе уже будем захоранивать. Там тоже был достаточно уникальный момент, потому что не все родственники соглашаются приезжать. Есть такая ситуация. То есть это вот как бы третий, по-моему, третий человек, который вот за... С какого года, Леонид Федорович? Ну, я думаю, что вот у нас за последние пять лет у нас в третий случай... Третий человек, который приезжает на место гибели своих родственников. Не просто на мероприятие, а именно... По захоронению имеется в виду. Да. А именно приезжает на место работ поисковиков. Он смотрел, ходил с нами, мы ему показывали, рассказывали. Ну, эмоции, конечно... А с Веремием чем дело кончилось, кстати? Помните, вы мне когда пояснению рассказывали, непонятно было, где захороненники будут? Сейчас решение принято и в Челябинске и родственниками, и органами исполнительной власти определено место. То есть в Челябинску возят? Да, в Челябинску возят. Ну, пандемия не сласла и количество. Принято такое решение. Да, сейчас вот нас пандемия сдерживает. Вернее, не нас уже, потому что останки героя России находятся в Оржеве, в специализированном хранилище. Органы власти... Руководство Челябинска прислало в Осташковский городской округ письмо, подтверждающее, что они... То есть там документы от родственников, от них, о том, что останки будут взяты на родину героя и захоронены со всеми почестями у них там. Но мы сейчас ждем вот согласования момента в связи с карантинными вот этими ситуациями, когда... Ну, это уже не наше взаимодействие, а напрямую администрация взаимодействует. Роман, ну еще, что касается по ценности, да, вот Валерий Федорович рассказал именно об останках, вот, а что касается по его технике, да, то есть фрагментов самолета, то есть там самое главное это найти части самолета, на котором есть номер, то есть по которому его можно идентифицировать. Вот. Ну, останки, да, это, конечно, в первую очередь, ну а здесь, да, машина, чтобы установить номер машины, там номер двигателя, номер машины. И там уже выстраивается вся история, то есть это очень кропотливая работа в архивах. И здесь вот я хочу тоже вот сказать, опять же, о той помощи, которую нам оказывают, да, не только органы исполнительной, законодательной власти, да, там силовые структуры или спецструктуры, а именно вот наши коллеги из других регионов, ведь авиапоиск это очень специализированная работа. И вот, например, член экспертного совета поискового движения России по авиапоиску Сергей Котков, это, ну, уникальный специалист, у него очень большая база, он очень много в архивах работает, очень большая база и по Тверской области. И поэтому он не только нас дистанционно консультирует, но и вот уже в трех экспедициях с нами принимал участие. Буквально две недели назад мы работали в Кувшиновском районе, Сергей также приезжал, и мы две недели назад вот обнаружили место падения самолета У-2. Тоже очень специфическая ситуация, потому что на двигателе номеров нет. Как так может быть? А это вот, ну, специфика техники. На каждом самолете, да, номера в разных местах, не одинаково это. Номер самолета здесь, как вот нас Сергей проконсультировал, располагаются на приборной доске на небольшой шильде, ну, потому что самолет деревянный, и номер двигателя на коленвалу. Нам удалось коленвал обнаружить, номер мы прочитали, и вот при помощи Сергея сейчас ведем работу для того, чтобы установить номер самолета по двигателю. Это может сложиться, может не сложиться, потому что детали взаимозаменяемы, или могло, самолет мог ремонтироваться. С другого могли снять. Да, и следующий момент не всегда подтверждением является то, что вот мы самолетом судьбу можем установить, а кто летел на этом самолете. Потому что могли записи в журналах боевых действий не вестись, кто на этом самолете полетел. Ну, начало войны, 41-й год, 42-й, у нас была такая специфика, это тоже нам... Это первое, и второе, что вот бывают такие моменты, когда все-таки писари, которые заполняли, все-таки делали какие-то определенные ошибки. И в фамилии, и в инициалах. И вот над этим команда вот работает, по 10 раз все просматривает, перелестывает архивы различные. Ну, в первую очередь, начало войны, это, скажем так, не совсем... Построена работа была. ...выстроена работа была, и поэтому с записи, вот, скажем так, опять же, консультируясь у коллег, с 42-го года, вот там уже проще. Там уже систему, видно, ну, уже начала... Отработали систему в войсках, и тогда вот все записи уже более такие стали, скажем так, для нас качественные, удобоваримые. А так вот я еще хочу сказать о том, что, вернувшись к тому, что мы поднимаем, находим, да, в ходе наших работ, вот, у ряда наших коллег из общественных поисковых объединений сформированы, они постоянно меняются, они обновляются, такие передвижные выставки. Есть уникальный, конечно, человек, это Владимир Стрельников, командир поисковых отрядов, Погорелое городище. У них, вот, Погорелое городище, уникальная просто экспозиция, уникальная. Многие вещи, они просто раритетные, не во всех музеях есть. Но это на протяжении, там, не одного десятка лет собирается. Но их на постоянной, да, основе? У них это на постоянной основе, но это также выезды в какие-то учебные заведения, и у них, они уже могут к себе приглашать, экскурсии, и они там постоянно бывают. И, конечно же, вот, есть у нас Тверской, поисковый отряд «Витязь», Александр Иванов, которым руководит, у них, я скажу, у них не постоянная, у них уникальная передвижная выставка. И они очень часто здесь, в Твери у нас, на те или иные мероприятия, на, как вот мы говорили, на информационно-тематические встречи, выезжают, выставляют, рассказывают, показывают. Противник нес очень серьезные потери, особенно во второй части, да, как бы, вот, если говорить о том периоде, на территории Тверской области, там, это 42-й, 43-й год. И, конечно же, на территории Тверской области, даже на территории Твери, это мы можем по фотографиям, да, видеть то, что были. Да, перед императорским дворцом все это знаменитое кладбище. А куда все хранения? Ну, смотрите, во-первых, еще в советское время эти кладбища, они вскрывались и перевозились. Скорее всего, я в тот период времени не работал, вот, это все-таки были безымянные, делались безымянные захоронения. Но у противника, да, вот, у немецкой стороны, у них очень хорошо, уже в то время, была поставлена фиксация своих воинских захоронений. И между правительством России и правительством Германии заключено соглашение о проведении таких работ на территории России. По эксгумации, смысл? Да, именно, останков личного состава погибшего с немецкой стороны. И здесь работают специализированные уже группы. Ну, вообще, как мы говорим всегда, поисковый отряд это специфическая работа. Мы официально зарегистрированы в поисковом движении России. У нас есть официальные документы, которые позволяют нам по российскому законодательству проводить такие работы. То есть, простой гражданин не может выйти. Взять сыгранную лопатку и начать по зубу сердца. Не в плане черной вот эти сны дамы. Он может выйти по зубу сердца, но лучше этого не делать, потому что это все-таки нарушение законодательства. То есть, должно быть по определенной технологии это фиксация отряда, фиксация своей работы, согласование маршрутного листа. Где ты будешь работать? Какое время ты будешь работать? Ну, чтобы знали, что такие работы ведутся. Потому что мы, в принципе, подходим к тому периоду, когда эта деятельность, она уже перейдет в рамки такой классической археологии. Сто лет пройдет. То есть, по, например, по гражданской войне, по Первой мировой войне мы работать не имеем права. Потому что сто лет прошло, это классическая археология, это получение специальных документов, это так называемого открытого листа. Конечно, военная археология это такая узкая часть вообще классической археологии, да, но сто летний период и все, мы попадаем в классическую археологию. Та же самая работа, но уже по открытому листу. Сотрудники университета наши. Да, 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 это в первую очередь профессиональные археологи, да. Все-таки возвращаясь по немцам-то. По немцам. Попадаются или нет? Попадаются. Почему мы об этом, как бы, наверное, так громко не заявляем? Да, вот я от вас ни разу вот сейчас в эфире спрашиваю, сколько мы общаемся вне эфира. Я ни разу от вас не слышал рассказ, а вот там нашли какой-нибудь фельдфебель, примерно. Потому что, как только мы сталкиваемся и понимаем, что это останки не наших солдат или офицеров, да, мы сообщаем в Оржев, там как раз работает такая специализированная группа, которая работает не только на территории Тверской области, они работают на территории Московской области, Тверской области, я знаю, Смоленской области, и они уже выезжают. У них отличающийся от нас пакет документов. Он не хуже, не лучше, он другой. Немецкой стороной приняты такие документы. У них есть специальные карты. Но это русские, в смысле, наши коллеги? Наши коллеги, да. Они выезжают на это место и отрабатывают уже по тем требованиям, которые немецкая сторона к данным работам предъявляет. Затем проходят, то есть они находятся, их эксгумируют, да, с места вот нахождения, и они точно так же отводят специализированное хранилище. Не наше, у них там есть свое специализированное хранилище. И ежегодно также на территории Ржева, вы знаете о том, что там есть мемориал немецкой стороны, там проходят такие же захоронения останков, как и у нас. Если, насколько я знаю, у них точно так же принято, если родственники не принимают решение о том, что он будет увезен. Еще раз повторюсь, у них, к сожалению, вот у нас начало войны, не так все было хорошо, но и бои тяжелые были, переходящие. У них все более, так знаете, четко поставлено, и я с коллегами разговаривал, если там они одного солдата находят немецкого, то они понимают по схеме, которая присутствует, они понимают, что рядом лежит другой, третий, четвертый, и немецкая сторона, если была такая возможность, они максимально уходили от массовых захоронений, то есть они в одно место не складывали, они хоронили единично, каждого отдельно, чертили схемы. Соответственно, средства массовой информации не приглашали, поэтому это нигде не аффицируется. Наша работа, это уже та сторона принимает решение показывать это, не показывать, мы к этому отношению не имеем. Но часто попадаются вообще? Ну вот нам на протяжении более 10 лет работы, лично, я могу сказать, нам попадалось два таких места, где мы... Только два? Только два, да. Но опять, мы же прекрасно понимаем, с опытом приходит методика работ, и мы прекрасно понимаем, что здесь наши позиции, наши наступали. То есть мы вот эти все моменты отслеживаем, мы понимаем о том, что мы работаем по нашим солдатам и офицерам. Но потом уже наши тоже, что называется, идет наступление, по идее, особенно когда мы начали наступать уже успешно, немецкая оборона подавлена. Естественно, немцы отступают и хоронить им элементарно некогда своих погибших, правильно ведь? То есть они в лучшем случае либо должны там остаться на месте, либо их наши должны потом закопать, по идее. Ну, мне так кажется. Ну, вот на данный... Может, потом наступали все-таки, и поэтому у меня вопрос все время, где все эти немцы? Это тоже к вопросу о том, что потери у кого какие были и так далее, что у них не было потерь, были ведь. Были, ну, понятно, что в начале войны по потере были несравнимы. Да, да. Но в дальнейшем... Они же отступали. Ну, вот я еще раз говорю, я могу отвечать за себя, да, вот два раза. Один раз у меня сложилось так, что вот на территории Тверской области и один раз мы работали на территорию Смоленской области. Скажите, а вот касаемо находки все, куда все девается? Потому что я вижу вот со съемок, с мест, с места поисковых работ касок вообще десятками, ну, какие-то обломки оружия, штыки и так далее. Куда все это? Ну, вот из последнего, да, наверное, из крайнего. Это вот передвижная выставка, которая у нас была в Химблокно. Такое мы сделали как бы премьеру, да, Мы тоже про нее делали, репортаж про эту выставку. Да, отдельно снимали вам за это огромное спасибо. Вот, то есть, многие уходят в музеи, да, в передвижные музеи. Все уходит, вообще мне интересно, или что-то на местах, ну, грубо говоря, вот этих касок, вот, оставляйте. Вы, ваши коллеги. Ну, вот про каски я так не могу сказать, что их очень много. То, что касается, смотрите, то, что касается авиационной техники, мы стараемся, стараемся по возможности, да, в зависимости от ситуации, сразу же все вывести. Вообще все. Почему? Например, такой яркий пример, вот наши коллеги опять, из Татарстана, это Александр Коноплев, и Илья Прокофьев, они работают по воссозданию, восстановлению, даже, нашего бомбардировщика Пе-2. И поэтому, причем они выставляют его аутентично. И его в Казани делали. Да, да, там были заводы. Да, он сейчас там казанские. И поэтому, вот, все, мы с ними очень плотно взаимодействуем, они нам помогали, кстати, вот мы поработали в Зубцовском районе по Пе-2, и мы подняли там останки тоже, да, вернее, в Старецком районе, и установили тоже летчиков. Все это, все, все железо, если можно так сказать, да, мы передаем, двигатели передаем, потому что, для того, чтобы создать одну машину, там десятки нужны фрагментов. Ну, понятно. Мне просто, знаете, интересно, а вот есть, может, к вам запросы стороны, скажем так, невоевавших, областей нашей страны, регионов, ребят, пришлите нам, ну, грубо говоря, тоже для местного музея касочку, потому что это в Твери никого касками, тем же самим и прочим, не удивить, согласитесь, у нас, помню, школьный музей, моей школы, там этого полно было, и так далее, то есть, а какая-нибудь там, допустим, там Томская область, да, им же тоже, наверное, хочется, что-то аутентично иметь в экспозиции. Здесь как раз очень хороший такой пример, да, что у нас в области 53 поисковых объединения, да, общественных поисковых отрядов, которые работают на территории, и примерно такое же количество в нашу область в течение года приезжает из других регионов, и боевых, и небоевых, и, конечно, поисковые отряды, которые работают на нашей территории из небоевых районов, они, конечно же, с удовольствием берут то, что находится на полях сражения, если это не личные вещи конкретного бойца, потому что они родственниками передаются, или это не то, что по закону мы должны сдавать, да, об этом сообщается, группа разминирования, МЧС приезжает и отрабатывает эту ситуацию, то, что мы говорим, каски, либо еще какие-то личные вещи, котелки, еще что-то, да, это, конечно же, передается как нами, в школьной, комнаты, музеи, вот в колледже, в поселке Калашниково, я считаю, что уникальный просто сейчас создается такая экспозиция, а ребята вместе с нами работают, руководит исполняющий обязанности колледжа Сергей Сергеев, да, у них там директора, да, и у них там уникальная экспозиция по авиационному поиску. И уже класс, не класс, а вот помещение, вот это все уже не хватает. Целое помещение выделено, почему, опять вот, Денис об этом говорил, да, одно дело извлечь, другое дело, чтобы специалисты с этими фрагментами отработали. Мы передали в Татарстан, в Казань, вот в Объединение Отечества, часть фрагментов, и они отреставрировали, и один очень большой фрагмент они передали нам, для того, чтобы он у нас располагался. Поэтому здесь такая взаимовыгодная обмен идет, и, конечно же, конечно, как я уже говорил, это музеи, это учебные заведения. А музей еще что-то у вас просит, тот же наш Тверской, Краевический, или уже все, ребят, хватит у нас своего полу, у нас ничего не происходит. ну, вы знаете, так специально такого не происходит, что просят, да, и, к сожалению, такого вот особо раритетного мы в последние годы не находили, но то, что вот у нас было связано с Петром Еремеевым, героем России, я знаю о том, что сейчас планируется не просто экспозицию провести на федеральном уровне, но и что-то передать уже в музей Министерства обороны. Петр Еремеев, дорогие телезрители, кто не в курсе, это вот на данный момент первый человек, который сдокументирован, что совершил ночной таран. Да, это мы все знали, что Тололихин и так далее, это, несомненно, тоже герой нашей страны, но вот выясняется, благодаря вот работе, в том числе у таких замечательных парней, выясняется, что все-таки первый ночной таран совершил как раз Еремеев. И почему он герой России, просто хочу пояснить, потому что ему это звание уже присвоили в постсоветское время, поэтому он не герой Советского Союза, он герой Российской Федерации, ну, для меня эти награды равнозначны, я думаю, для всех тоже. Слушайте, а вот говоря о раритетах, вот что можете вспомнить, что-то такое, я не знаю, редкой машины. Ну, по оружию вообще как бы так не трогает, ну, по крайней мере, меня, к счастью, наверное, и не находил, потому что это тоже как бы табу, это специальные органы, сообщается, это все сдается, забирается. Не находили. А если говорить, наверное, все-таки это личные вещи по авиапоиску, часы, те же самые, значит, нашли часы, да, к сожалению, в разбитом состоянии, но часы летчика, да, нашли. Вот по, в Старецком районе в этом году, когда вот 18 бойцов подняли, к сожалению, опять же, земля и неглубокое залегание не позволило хорошо сохраниться, карманные часы, вот, но они, к сожалению, в таком состоянии. А часы это редко, на самом деле, тоже, телезрители не всем уж представляют, просто я сколько читал воспоминания наших фронтовиков и так далее, часы, это вот особенно, это первое, что бросало, запоминалось новоспеченному лейтенанту, ему дали часы, вот они прям все это так пишут, мне выдали часы, потому что у простых советских граждан в те времена часы был большой дефицит. И когда наши граждане вошли на территорию Германии с винтовками в руках, то они быстро, что научились спрашивать у немецкой фразы «Вифельзиур», который час, наивный немец заставал часы, пытаясь сказать время, а у него тут же хоп, и конфисковывали. Да, ну потому что, да, хорошие немецкие часы, это, ну я считаю, нормальное дело, в случае того, сколько они у нас здесь все конфисковали, поэтому то, что у кого-то там часы изъяли, это не страшно, на память. А так, конечно же, это вот, и Денис это подтвердит, у него первый выход с нами был, когда мы крупно... Да, первый выход вообще был абсолютно случайный, Валерий Федорович был на отъезде, насколько я понимаю, вот, и надо было зафиксировать, то, что нашли очередной борт, фрагмент очередного самолета. Какого? П-2, если я не ошибаюсь, это Зубцовский район, вот, ну, Валерий Федорович, как всегда, Дэн, надо съездить, поснимать, вот, Дэн, причем был, в том и поехал. Вот, два с половиной километра пешком по лесу, в ботиночках простых, но уже когда вот приехали на место, и когда в яме, ну, примерно, глубиной, наверное, около двух с половиной метров, двигатель с элементами шасси, вот, Рома, что поразило, то, что вот шасси, как будто вот только-только с завода выпущено. Так сохранились? Так сохранились, да, там... то есть, это новый был. Ну, они в то время особо много не летали, то есть, у них... Да, у них там налет часов, всех вот мы смотрели, небольшой там, 20-30 часов. И переборка мотора, то есть, естественно, там, вот, и вот это вот проразило, ну, и все, переключатель где-то сработал, с тех пор мы стали на этой базе создавать, ну, своеобразную пресс-службу сводного поискового отряда. Да, вот здесь еще тоже, если говорить вот о нашей такой группе специализированной, да, мы же... создаются различные отряды, да, и мы точно так же вырастали в каких-то общественных объединениях, создавали свои отряды, ну, потому что группа формируется, свои направления, свои интересы в этой работе, она разноплановая очень, кто-то в архивах специализируется, да, это очень тяжелая, кропотливая работа, кто-то любит разведкой заниматься, кто-то авиапоиском работает, кто-то в Старице, вот как, ну, уникальный отряд, как я уже говорил, Русь, они работают по останкам наших солдат, именно на своей территории, то мы сейчас, вот в последние уже два года, да, у нас второй год идет, знаете, такое формирование, объединение, мы наоборот, стекаемся в одну группу, и у нас сейчас, вот, ну, если говорить, это и отряд земляки из Кувшинова, и поселок Калашниково из Сток отряд, и наш отряд Тверичи, это отряд Русь, это отряд Поиск Асташков, и мы наоборот объединились вместе, и за счет этого у нас работа теперь идет вообще постоянно, то есть это же в свободное от работы время, а так у нас вот группа выходит, например, мы работали в Старицком районе по, конкретно по нашим солдатам, по захоронениям, да, по возможности из всех отрядов, из тех групп туда люди стекаются, если мы сейчас вот выходили на территорию Кувшиновского района, у нас нам сразу три группы, из трех групп люди собрались, поехали, поэтому вот объединение, оно позволило нам, знаете, таким образом, ну, работу, наверное, качественно повысить, плюс еще, конечно же, ресурсы, да, у каждого отряда свой ресурс, у кого-то своя техника, у кого-то свое оборудование, приборы, у кого-то свои контакты, да, вот по, например, с теми же экспертами, поэтому у нас вот, считаю, что, ну, не лучше всех, да, но, наверное, на очень хорошем уровне поставлена работа со средствами массовой информации, у нас вот есть Денис, мы свою работу освещаем, и за счет этого и другие, как бы, за счет объединения вот этого и про других стали рассказывать, показывать, вам за это спасибо, мы с вами постоянно взаимодействуем, и вот ваше такое, знаете, отношение все равно, его же видно, потому что не всегда журналисты идут на такой, значит, на контакт и открывают, я никого не осуждаю, но здесь просто отмечаю вашу работу, и, конечно же, вот это объединение, да, вот эта информационная открытость наша, она позволила нам, ну, не только качественно улучшить свою работу, да, но и, вот, как я говорю, ресурсы привлечь, у нас, например, у нас, очень такое тесное взаимодействие, я имею ввиду, у нашего Тверского региона, например, с нашим сенатором Владимиром Петровичем Лукиным, да, он неоднократно приезжал не только на торжественно траурные мероприятия в Тверскую область, да, вот на захоронение, но он выезжал и на место, где наши отряды ведут работу, и просто выходил вместе с ними, смотрел, все это выезжал в труднодоступные места, и... Погода у нас не крымская здесь. Да, а эта поддержка, она очень важна, потому что вот мы отработали по Петру Еремееву, да, нас не только отметили эту работу, не только здесь, вот в Тверской области, это же очень важно, да, вот со стороны губернатора это было отмечено, но нас отметили и на федеральном уровне, и в Совете Федерации, и было совместное заседание двух комиссий Совета Федерации и Министерства обороны, и там об этом говорилось, поэтому, ну, вот эти моменты, они очень важны, особенно для молодежи, потому что в отряды, в наше объединение и молодые люди приходят, и они видят значимость и отношение людей, ну, к нам, поэтому это очень важно. Ну, и, конечно же, вот эта информационная открытость, то, что вот в последнее время, да, вот мы сейчас, как я уже сказал, да, сто лет, и классическая археология, ну, филиал университета имени Косыгина в Твери, это классическая археология, это профессор Вячеслав Михайлович Воробьев, очень важное подспорье, он очень известный краевед, у него такое количество информации, что, ну, она нам очень такое подспорье дает. К сожалению, такое количество вопросов, которые запланировали, не удалось задать, очень интересно, к сожалению, наш эфир подошел к концу. Спасибо вам большое, это была программа «Тема дня», мы сегодня говорили о работе поисковиков, которые до сих пор, можно сказать, воюют, потому что они обнаруживают останки наших бойцов, поскольку, как сказал адмирал Макаров, помни войну. Спасибо вам большое, до новых встреч. Всего доброго.